Женя сшил шапку вот такую, вот. А как она называется? Она чья? Малахай. Кто ее носит? Чукотская шапочка Малахай. И скотика. Такая мягкая. А вот такая шапочка тоже. Это ушанка. Ушанка и соболя. Малахай. Вот здесь вот делают это. Немножко утягивают и все. Нормально. Ничего не надо там переделать, просто утянуть. Здесь все. Вот такая вот она мне тоже идет. Красивая. Мягкий, мягкий. Кто-то спросил меня там на ютубе, есть ли у вас дети. Вот, это мой старший сын. И вот он такие вещи шьет. Полушубок мужской из котика. Морского котика. Сшил. Одень. Вот такая. Полушубочек. Покрутись. Прикольно. Ого себе. Прям по самый нос. Мех красивый. Мягкий. Вот такая сумочка из меха морского котика. Небольшая. На застежечке. Тут у нас расстегивается. Вот она. На кнопочке. Вот такого размера вот. Тут еще вот одна есть. Это вот сшита из полосочек. Вот такая вот она. Вот такая вот с другой стороны. Здесь кожа. А там что внутри? Это вот ремешок? Нет. Я ремешок не делал. Я ездил только петербургом. Женя ездил на Камчатку. Вот. Прошел курсы с корняка. Вот. Получил свидетельство о профессии рабочего должности служащика. По профессии швея в сырейно-красивных и скорняжных цехах. Вот такое панно на стенку. Если кому-то интересно может быть. Вот такая думочка. Сшита как это называется? Мозаика, да? Вот такая вот. С другой стороны кожа. Такая вот подушечка стоит 7000. Такая мягкая. Приятная на ощупь. У нашего Жени берут интерьер. Так, не знаю. Я сегодня участвую в дефиле на выставке меховых изделий. Это же свои шапки, которые он сам шил, и куртки из котика тоже сам шил. Дома чехушного и москового зверя в цели изготовления традиционной одежды является одним из традиционных промысок кольных народов. В данный период в Сахаринской области мастеров по обработке пошива одежды меха единицы. В связи с этим региональный совет принял решение о реализации проекта, направленного на профессиональное обучение к историческим кольным народам севера по работе с мехом в целях сохранения и развития традиционных констов. В сентябре приступили они к обучению под руководством преподавателя Ленины Евгеньевны Юлтыгиной. Нам посчастливилось, что этот преподаватель, она предложила свои услуги по обучению и над радостью приняли это предложение. Участники проекта Алексей Ченков из города Альхин, Михаил Чайко из села Некрасовки Альхинского района, Евгений Норунгов из города Сахаринска, Елена Динокова и Елена Неганова из села Лавту Александра Сахаринского района. И сейчас мы посмотрим, какие достижения в своей профессии достигли наши ребята и представят свой дефицит. Мальца Владимирова Елена Дмитриевна, женское полупальто, комбинированное из мужского плотика и медленного, пушка из мельки, из мелька лисы чернобырки, чухотская женская шапка, молокай из ткани и искусственного меха, ограненное мехом лисы чернобырки, варежки. На Алексея вы видите тоже изготовленное единое дмитриевное мужское полупальто из мужского плотика, пушка из мелька сольца. Женское полупальто из клаш малым мехом плотика и также варежки, изготовленные мастером Ченковым Алексеем Витальевичем. Мастер Неганова Елена Альхинского района, комбейка мужская, изготовленная из ткани. Полупальто из мужского плотика, шапка эллипийская из мастер-пушеки. Каждый разрабатывал свой пасон, свою модель сам. Это тоже изготовленная единая на полупальто. Это женская камбли Америка, изготовленная из ткани, устрашенная оберегами солнышка. И Таниславович, замыска Америка. Также его мужское полупальто из ткани, можете видеть на выставке. И торбоза. Торбоза тоже из морского плотика или овши. Евгений Новымков, посмотрите, пожалуйста. Мужское полупальто из морского плотика, и шапка, и с кожи, и леха соболя. Друзья, наши мастер-пушеки, которые мы применяем в этом мире, применяем в этом мире, и надеемся, что в дальнейшем они будут достоинно представлять нашу сухаринскую область на выставках и на ярмарках в этой области. Подстроительное слово будем представлять строение права по работе с коренными народами и парламента внутренней политики правительства Сухаринской области Уважаемые, дорогие, как всегда, горячую для меня. Я очень рада, что это произошло. Но у меня есть один вопрос. Какие на будущее у вас планы? Миша. Ну, я уже за все 10 лет, и 5 куралей, и 1 шкурю выделил под дубин, и у меня дальше. Молодец. Это твое продолжение презентации. Женя, твои планы на будущее? С чем? С мехомовением. У нас сами не есть, нет поесть, так что котиков у нас нет пока. Уважаемые, я вас поздравляю. Надеюсь, что вот эти 3 месяца они прошли для вас бесследно. Мы это все прекрасно видим, да? Какие замечательные, прекрасные наряды, и какие высоко... Нет, трепетно изготовленные, трепетно изготовленные. Я надеюсь, что в будущем у нас наши два мастера, которые участвуют в сокровищах... Север. Да, сокровищах Севера, которые международная выставка являют. Я надеюсь, что в будущем мы увидим новых, молодых мастеров, которые поразят Москву, и все остальные регионы Дальнего Востока и Сибири, своими прекрасными изготовленными нарядами. Спасибо вам большое. Мы уже поражены. Пожалуйста, оставьте ваши контактные данные. Мы вообще вас просим. Мы случайно оказались у вас, но нам очень сильно нравится. Мы готовы, как говорится, вам содействовать в Москве в продвижении всех ваших идей. Это прекрасно. Еще вопрос. Вот мы с вами тоже приехали, чисто случайно тоже попали. Очень довольны. Мы так отнеслись вообще прям с восторгом. Вопрос вот такой. А вы не можете проехать с мастер-классом хотя бы по паралайзу в город, допустим? Чтобы люди, которые увидели это действительно... Ну, просто слушать, это так, услышать. А вот когда посмотришь, конечно, это совсем другое уже восприятие. Хорошо, давайте мы обсудим тоже и ваше предложение. Да, очень бы хотелось, чтобы... Спасибо большое. Региональный совет выражает большую благодарность компании Эльфа Невтегар Димитер за то, что оказали финансовую помощь. Поэтому мы очень рады, что вы с нами сотрудничаете. Ну, а тоже региональный совет вас поздравляет. Мы будем вам всячески, конечно, помогать, содействовать, чтобы мы развиваемся дальше. И хорошо, что наш проект закончился успешно. Спасибо вам большое. Субтитры создавал DimaTorzok